а здрасте всем друзья привет уленьки формула 1 возвращается на канал уже не 20 а 21 она таки вышла на самом деле релиз обещал быть 16 числа а я сегодня точнее вчера для вас получается что ты лазил по ютубу и мне в предложку попал какой-то стрим буржуйского блогера который катал это все дело в онлайн я чё-то зашел глянуть там дохренище народа в онлайне я подумал может быть делюксовая версия уже доступна и да она оказалась доступна какая радость короче говоря для тех кто здесь впервые у нас был довольно таки интересненький сезон в прошлом году мы правда проехали всего лишь один сезон и пол сезона формулы 2 что будет в этом году я без понятия планах у меня проехать два сезона получится это дело или нет я пока не знаю в общем-то обо всем я расскажу сейчас поподробнее в общем-то погнали начинать нашу карьеру прошлом сезоне друзья мы ехали в режиме моя команда в этом сезоне в этом году я хочу проехать карьеру именно пилота может быть я где-то там для себя мою команду поиграю но вряд ли мы это дело будем все на запись на стриме все это делать поэтому обычная карьера мы создаем это будет карьера у нас за пилота здесь есть два варианта я долго думал как делать начать сразу с формулы 1 или же откатать сезон формуле 2 но решил что формула 2 что-то как-то я не очень с первых вот покатушек мне здесь формула 2 почему-то не понравилось хотя честно говоря непривычно пока что просто поэтому начинаем сразу с формулы 1 есть тут две функции таких начать с самого начала то есть проехать полный сезон или старт в реальном сезоне то есть по сути дела если мы нажмем на эту кнопочку то мы можем вот как вот сезон идет реальный сезон который в этом году идет можем например вот начать прям сильверстоуна то есть гонка которая будет ближайшие выходные и сезон у нас начнется именно отсюда и турнирная таблица пилотов которые на данный момент вот уже существует она начнется вот прям вот так но мы конечно же этого делать не будем я вообще сомневаюсь что мало кто то будет этой херней страдать но прикольно ладно мы начинаем сезон самого начала тут опять-таки есть два варианта развития событий полный сезон и собственный сезон собственный сезон это вы сами выбираете количество гонок которое будет и трассы на которых будете гоняться но мы поедем полный сезон есть правда одно большое но как вы видите написано скоро появится еще больше трасс сезон увы реальным сейчас не получится потому что если мы откроем календарь посмотреть то я не вижу здесь и малые я не вижу здесь португалии я не вижу здесь саудовской аравии зато есть которые точно уже отмененный сингапур который скорее всего отменится япония точно отмененная австралия еще много чего может отмениться потому что сами знаете почему и вот эти вот трассы которые добавились которые называл их потом добавят в игру потому что но не успели знаете ли поднять ценник на игру в два раза успели для справки в беларуси эта игра стоит 75 баксов хорошо что у меня steam в российских рублях а в прошлом году было 30 так вот короче трассы добавить не успели хотя это странно в игре grid автоспорт была например и турция которая будет которую не добавили и портимао там эти трассы были то есть код мастерс это grid автоспорт это играет код мастерс у них есть сканы этих трасс кстати абу даби скорее всего старой конфигурации тоже да да абу даби старой конфигурации фенов знает поменяют это или нет ну ладно первый сезон поедем полный сезон вот этот стандартный который нам предлагает игра или нет давайте поедем какие-нибудь 16 10 10 раз я думаю пока мы проедем 10 гонок первый сезон такой ознакомительный давайте сделаем именно так единственное надо выбрать 10 трасс на которых я хочу проехать и конечно же мы убираем сначала все а потом будем добавлять упс не то я нажал разумеется те которые отменились я точно не поеду это прям точно например канада или там еще что-нибудь ну давайте вот сразу пойдем с того какие гонки я хочу проехать разумеется италия голландия бельгия мы поедем австрию поедем обязательно хотя и кстати вот нельзя выбрать две австрии хотя в этом сезоне их 2 что здесь еще из хорошего есть давайте бразилию проедем я обожаю эту трассу хотя не знаю как у меня там будет что получаться я думаю баку тоже у нас обязательно будет францию точно прям не хочу венгрию можно так это нам еще четыре трасса надо добавить это кстати сложный выбор давайте добавим бахрейн я думаю что silverstone добавим хоть он мне и не нравится сочи добавим чтобы был давайте тогда мексику добавим и все и вот пожалуйста 10 раз вот такой вот сезон 1 мы поесть сокращенный да но я надеюсь к тому времени как мы его проедем в игру добавят раз и мы поедем второй сезон уже поедем реально а может быть даже три сезона получится будет классно на самом деле в общем то вот так вот далее тут добавились новые классные настройки для карьеры поэтому мы полностью все настроим под себя начинаем с помощников значит помощь в рулевом управлении на хрен помощь в торможении на хрен abs включаем потому что я не умею я лошара антипробуксовочная система пока оставим на среднем может быть вкачусь со временем и вырубим эту динамическую траекторию тоже мы оставляем потому что задрачивает трассы вот у меня нет никакого желания ребята уж извините коробку передач механическую оставляем помощь на выезде и спидстопа мы выключаем на въезде спидстоп включаем srm блин ну почему нельзя ерс поставить здесь я понимаю система рекуперации энергии ну да ладно ну и с помощью дресс мы тоже выключаем настройки карьеры дали общение с пресса я вырубаю на хрен это неинтересно это хуже всем достало и вот интересная функция управление отделом разработки эта фишка делает так что вы не будете влиять на то какие улучшения команда будет привозить она сама будет вам привозить улучшения вы будете радоваться ваше дело ехать потому что вы пилот и поэтому эту херню мы тоже отключаем мне кажется так будет интереснее далее тут по поводу ресурсов есть по умолчанию снижена и увеличена частоту с которой игроки будут зависимости от своих результатов зарабатывать или терять очки ресурсов и так далее я думаю что здесь надо все оставить по умолчанию пускай будет вот по умолчанию хотя вроде как интереснее было бы сделать все на минимум но давайте пока оставим по умолчанию сезон короткий дам посмотрим также поломки у игрока мы конечно же все включаем это опять-таки новая фишка в карьере то есть мы будем ехать трассу и внезапно может что-нибудь у нас отрыгнуть и это будет сход потому что в прошлых карьерах ваши соперники постоянно ломаются исходят у них по три-четыре схода за сезон есть а вы только если разложитесь об стенку где-нибудь а так но в общем то как по мне это прикольно я думаю что да разумеется этот сход будет капец каким обидным особенно если будем претендовать на хороший результат но знаете ли наверное так будет интереснее хотя вот честное слово скорее всего во время первого схода своего из-за технических каких-то неисправностей у меня будет гореть просто по самое не могу но ладно далее друзья структура уикендов разумеется все полное квалификационный формат полный и протяженность сессии полный то есть сто процентов гонки мы с вами будем ехать тут все понятно правила и регламент правила флаги включены строгость к срезанию углов мы оставляем обычный потому что но строгие это просто конченая система там штрафуют даже там где вот прям строго не штрафуют в квалификациях в реальной жизни правила закрытого парка мы конечно же оставляем машину безопасности можно сделать увеличено и я думаю что мы на первый сезон поставим увеличено потому что в прошлом сезоне наверное за 22 заезда у нас один или два раза выезжала машина безопасный прогревочный круг мы тоже включаем так будет интереснее погода и время суток точность прогноза погоды идеально или приблизительно поставим приблизительный потому что о точной погоде на завтра мы вам скажем послезавтра как по мне это будет но правильнее и последние настройки симуляции уровень компьютерного пилота соточка начинаем соточки я пока что честно говоря не могу с ними бороться нормально я попробовал начать карьеру в тестовом таком режиме проехал первую квалификацию отстал от напарника по команде на одну десятую то есть принципе бороться можно то есть где-то можно было эту десятку найти и напарника своего обогнать короче я думаю что этот уровень для меня будет пока что самый нормальный я еще не вкатан в эту игру если будет слишком легко мы повысим режим поверхности позволяет изменить свойства поверхности за пределами трасс в общем-то конечно же реалистичным и ставим вылетел с трассы закопался в гравии все режим возврата болида да мы оставим флэшбэки но здесь появился лимит по флэшбэка мы ставим низко пускай эти флэшбэки на всякий случай будут потому что едем полную дистанцию где-то можно отвлечься где-то можно случайно разложиться по моему три флэшбэка на гонку там будет доступно после трех флэшбэков до свидания это сход или же едешь на пидстоп менять крылья чиниться и в общем-то где-то в жопе оказываешься далее эффект повреждения болида и частота повреждения болида вот я не знаю что значит как часто вот это будет но поставим везде симуляцию будем ездить прям сильно аккуратно режим экономии топлива сложно и просто ставим сложно я не знаю на что этот параметр влияет это тоже какая-то новая штука гонка начинается ручная столкновение мы разумеется включаем и температура шин ставим только поверхность на первый сезон потому что у меня большие проблемы с перегревом я пока что слабо понимаю как это работает в общем-то я научусь и мы поставим потом будет все нормально все круто хотя опять таки постоянно были проблемы у всех и у меня в том числе в прошлых частях когда болит прокачивается проблемы с перегревом начинают мучить всех всегда поэтому короче нахрен всю эту тему давайте оставим пока только поверхность но и как то так вот такие вот у нас настройки на нашу карьеру в общем то начинаем карьеру с выбранными параметрами ну и далее мы создаем пилота который у нас будет кататься разумеется и блин что здесь все старые вот этим лицам наверное уже лет по 10 короче его дефолтного челика наверно вот этого оставим вот они все нормально есть так посмотреть давай давайте вот этого нет не хочу дать вот этого ладно нет вот этого ставим стандартного короче пускай будет страна регион мы ставим конечно же как обычно зовут меня как ни странно все еще никита и поставим вместо фамилии мой ник а инициалы поставим приндел как-то не круто но ладно пускай будет так произносимое имя нахрен вообще не нужно и номер пилота ставим мой номер под которым я всегда катаюсь это номер 92 как ни странно а это у нас готово далее шлем и эмоции кучу всяких настроечек давайте выберем я какой-нибудь красивый шлем на самом деле кастомизировать это все не очень сильно хочу тут кстати появился режим breaking point я его посмотрел опять-таки у буржуйских блогеров честно говоря какая-то вот мне не понравилось я не хочу это снимать но там есть такой персонаж как эйден джексон главный герой и у него такой шлем я думаю он вполне себе нормально смотреть поэтому давайте выберем этот шлем может быть со временем когда вот этот путь на подиум хотя слушайте тут у меня уже разблокировано много всего я пока покатался это видимо можно купить слушать мне вот этот нравится если честно можно даже ничего не менять или а он у меня еще не за он у меня еще не разблокирован понятно тогда берем короче шлем эйдена джексона пойдет вполне себе симпатичный шлем а за персонажа не знаю почему но в общем-то скрещенные руки я всегда такой человек отстраненный ладно эмоции на подиуме доступно всего 2 пофиг я сомневаюсь что мы заедем на подиум хотя хрен его знает и победонос победное радиосообщение это новая какая-то штука слушать вот это мне нравится подойдет подойдет да кстати тоже новая фишка поэтому прикольно в общем то вот такого вот челика мы создали и до команда ну что 10 команд и как и я в общем-то планировал являясь болельщиком команды red bull и нет не потому что они в этом сезоне начали тащить с давних времен ну как из давних не очень давних конечно но будем считать что с давних в общем то свой путь на начнем мы второй раз точнее альфа-таури дочерней команде red bull а я вообще думал еще про макларен но честно говоря если начинать на макларене то надо то ли норриса то ли дэнчика выпихнуть на хрен из болида то же самое касается и принципе можно за aston martin было начать и строла нахер просто оттуда но нет тут везде хватает всяких хороших людей короче говоря мы начнем за альфа-таури и разумеется нашим товарищем по команде будет пьер гасли отцу ноду отправляем на мороз и в общем то мы готовы начинать нашу карьеру создали все и все прекрасно но это менюшка у нас уже точно такая же как и было что у нас здесь есть интересненькое во-первых сообщение франстос нас приветствует добро пожаловать пьер гасли все дела наш напарник улучшение инфраструктуры это в общем то все неинтересно далее по отделам все вот это вот дело будет развивать наша команда мы в принципе можем за этим наблюдать и скорее всего друзья перед гонками я буду какие-то новости не знаю то ли в виде скринов то ли что-то как-то рассказывать буду то же самое касается исследований ребята короче вообще пока не вкладываются в аэродинамику и шасси но вкладываются в силовой агрегат а это между прочим хорошо honda должна тащить это странно у нас двигатель honda и у red bull тот же самый двигатель honda но почему а это сравнение болидов я понял сорян еще ты думал что альфа-таури сильно отстает и короче то что они в износоустойчивость хорошо впариваются в общий износ это мне нравится а хотя это улучшение поставщика я на самом деле не знаю как это работает разработки 20 дней тут уже что-то заказано улучшение коробки передач на самом деле с учетом того что у нас за сезон всего 10 гонок я думаю что нам всех ресурсов должно хватить короче говоря по поводу исследований я тоже буду держать вас курсе во время гонок вот сейчас в разработке незначительная эффективность коробки передач износа устойчивости также значительное перераспределение веса шасси 8 апреля будет нам это все дело доступно но историю прогресса тоже можно наблюдать я постараюсь как-то держать в курсе чтобы во время гонок вам это все дело рассказывать также да у нас три комплекта на сезон так как у нас сезон короткий я думаю что нам этого всего прям должно хватить вот коробка передач хрен его знает потому что правило говорят что надо 6 гонок проехать прежде чем поменять коробку передач для гонки с другой стороны во время схода в случае схода можно поменять коробку бесплатно скажем так без штрафов хотя уже есть он улучшение износа устойчивости на 16 в общем то посмотрим как это работает назначение шин на уикенд с прошлого сезона все одинаково хотя мне не нравится то что нам дают на свободные заезды всего один комплект медиума мне бы хотелось именно два комплекта медиума и три комплекта софта они четыре мягких ну ладно будем имеем то что имеем что поделать далее по компании в общем то наш напарник пьер госли с рейтингом 94 не паса на самом деле вообще тащит в этом сезоне и прошлое охрененно провел вот в радбуле у нее не задалось а вот вернулся в альфа-тауре и реально парниша отжигает на этой днищинской команде у него три подиума одно третье место в этом сезоне одно первое место в прошлом сезоне одно второе место в позапрошлом но реально топовый чилик мне он начал нравиться пустой как обратно ушел в альфа-тауре здесь мы можем опять-таки профиль что здесь можно поменять выбрать категорика понятно короче все можно это дело изменить если что-то вдруг не так пошло тут в принципе все нормально но также у нас есть своя зарплата 300 тысяч долларов и это наш баланс и так понимаю у нас сейчас подписан контрактик заканчивается он в конце сезона 13 декабря отлично в общем то мы можем бонус себе назначить и команда пресс-службы в это в принципе не интересно интервью мы не проходим поэтому на это похер распределение мощности износ двигателя будет сокращен на 10 процентов это штука интересная обучение общению с прессой а репутация просто будет увеличена 10 процентов а здесь дополнительный ответ в ходе интервью получение ресурсов будет увеличена 10 процентов что давайте износ двигателя себе вкачаем вот и будет нормально следующий уровень понятно нам недоступен как мы как там будут платить деньги я тоже честно говоря не знаю но посмотрим если что потом что вкачаем я вам об этом тоже расскажу надеюсь это будет скоро ну и турнирная таблица понятно что здесь пока что вообще ничего нету вот наш коротенький сезончик пахрейн азербайджан австрия великобритания бельгия нидерланды италия россия ров серьезно российская федерация не так почему нидерланды нлд а все остальное по-русски твою мать но игра на релизе да хотя еще релиза наверное не было но типа сейчас считается что она еще не вышла ну короче вся вот эта вот информация потом я с ней конечно же с вами поделюсь сейчас это все дело не интересно да в общем то мы тогда переходим дальше нам еще зарабатывают какие-то ресурсы и впереди у нас демонстрация нашего супер болида погнали посмотрим на это чудо не на самом деле он вот мне нравится раскрасная одна из самых красивых раскрасок в пелетоне вот мне прям когда ее выкатили в прошлом сезоне это было просто вау реально классно мне понравилось очень в общем то мы переходим дальше и ресурсы кстати говоря у нас по моему очень большие перерывы будут между гонками вот я не знаю как они в какое время они будут проходить но впереди у нас гоночный уикенд и друзья на этом эту серию мы закончим все гонки друзья мы будем ехать на стримах прямом эфире об этих всех стримах я буду заранее как-то это все дело анонсировать это можно будет в дискорде прочитать это можно будет прочитать в группе вконтакте ну или же если вы не подписан на канал то подписывайтесь в общем то чтоб это все дело не пропустить практики квалификации я буду проезжать за кадром и скорее всего перед гонкой вкратце буду вам рассказывать может быть даже какой-то видео отчет подготовлю не знаю пока вот честно говоря как это все будет выглядеть но как то так в общем то сезон стартует скорее всего пока лето пока стоит вот это вот сраная дичайшая жара я не знаю как часто мы будем кататься но с наступлением осени это прям точно будет чаще чем раз в неделю я надеюсь на этом у меня в общем то все лайки комментарии все это дело приветствуется спонсорам огромное спасибо за поддержку если вы не подписаны канал то подписывайтесь чтобы не пропустить все эти дела за ездики наши интересные надеюсь интересный сезон получится по крайней мере с некоторыми нововведениями в этой игре будет интересно а я пойду тренироваться до встретимся друзья на гран-при бахрейна всем покаки